Госавтоинспекция снова привлекает к работе внештатных сотрудников. Такого не было давно. Практика существовала еще во времена СССР и тогда давала результат. В рейд мотовзвода и гражданских отправилась и наша съемочная группа. Сколько нарушителей поймали, расскажет Николай Смирнов. Вечерний инструктаж инспекторы мотовзвода получают вместе с гражданскими. Это внештатные сотрудники ГИБДД. И сегодня они проведут совместный рейд. Целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории города Тюмени. Это, конечно же, борьба с нарушениями правил дорожного движения, таких как тонировка, нечитаемые государственные регистрационные знаки, которые в последнее время в наибольшем количестве попадаются. Привлечение внештатных сотрудников идет еще со времен СССР. Тогда это движение, как и народные дружины, было широко распространено. На сегодняшний день в Тюменской области насчитывается более 40 внештатных сотрудников ГИБДД. Стать им и просто, и сложно одновременно. Просто достаточно зайти в отдел и написать заявление. А сложность заключается в том, что проверять вас будут абсолютно по всем базам. И, разумеется, никогда внештатникам не станет человек судимостью или с непогашенными штрафами. Выезжаем на патрулирование. Наш маршрут в 50 лет октября Чекистов-Дамбовская. И тут же первый нарушитель. 542-я, тонированная семерка, едем за ней. Любители темных окон останавливают за переездом. Нештатники едут дальше. Они по опыту знают, что таких сегодня будет много. И даже вывели свою классификацию нарушителей. Те, кто уже, допустим, много лет за рулем, он не допускает таких вот глупых ошибок или там дерзких моментов на дороге. А это в основном вот молодежь. Молодежь у нас сейчас, сами знаете, какая. А вот тут уже нарушение посерьезнее. На Западно-Сибирской многим водителям лень ехать до разворота. И они предпочитают сворачивать через сплошную. Что там? Нива серебристая, а к вам идет, ребят, пятидверка. Ниву уже встречают. Водитель явно не ожидал, что кара настигнет его так быстро. Ну вот так. Как в таких случаях, старый, больной, ревматический. Перегрелся. Не успели оформить его, как от нештатников сигнал. Еще один любитель повернуть там, где нельзя. Причина нарушения. Спешите куда-то. Причина нарушения. Ну, можно так сказать. На вас будет составлен административный материал по данному факту. Первый опыт признан успешным. Такие рейды будут проводиться и впредь. А значит, если вам вдруг захочется нарушить, подумайте, не снимает ли вас камера внештатников. Николай Смирнов, Ильшат Керимов, Тюменское время.